Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Вы все знаете, что первоапрельские дни связаны с оживлением юмора. Это, так сказать, его именины. А все ли знают, почему праздником смеха, праздником юмора считается именно первое апреля? А ведь это очень просто. Первое апреля – это начало месяца, начало квартала. Можно расслабиться, пошутить, разыграть товарища, а то и целые коллективы и организации. Ну, конечно, к концу месяца, а тем более квартала, чувство юмора заметно слабеет. Надо работать, выполнять план, не до розыгрышей. Ну, а пока мы решили воспользоваться полной безответственностью и благодушием и отметить именины юмора. Даже, вот видите, пирог из петли вот такой ширины, вот такой вышины, как в песне поется, пока есть фонды. Мне на этих именинах отведена роль распорядителя. Я должен встречать гостей, представлять их. И чтобы вас с ними познакомить, я хочу каждому из них задать по вопросу. Как вы отмечали день смеха? Я сидел в тени дувала, в кишлаке Байрам-базар, в окружении Аксакалов, Саксаулов и Чинаров. А как вы встретили день смеха? К забору сразу прибили транспарант, досрочно передвинемый рояль к первому апреля. Скажите, а вы отмечаете собственные именины? Нечего отметить! Нет праздников в душе! Каков с вашей точки зрения должен быть порядок встречи дня смеха? Все должно быть в порядке. Я в порядке, ты в порядке, он в порядке. А как вы себе представляете юмор вообще? Ну, естественно, что он на трех ногах. Какие качества вы в себе развивали, чтобы стать юмористом? В совершенстве владея телепатией, йогой, каратэ, самбо, борьбой на найских мальчиков. А почему на именины юмора вы пришли без подарка? И денег уже нет. Вчера перешел дорогу за 40 рублей. А как бы вы отнеслись, если бы кто-то в сегодняшней передаче пародировал вас? Я хочу ближе посмотреть на этого человека. Я не понимаю, как он жив до сих пор. Как вы отнеслись к тому, что торт будут есть зрители, а не вы? Я сдержать возмущения не мог, и ревнивою злобой налился. Друзья, видите, перед вами вот именинный торт. И что интересно, это не реквизит. Торт настоящий. И что еще более интересно, мы будем его есть сегодня. Ну, не все сразу, а по очереди. А вот по какому принципу будут приглашаться гости к столу, это я вам сейчас объясню. Поднимите руку, кто хочет торта. Кто хочет торта? Вы! Мы обеспечиваем всех желающих. По первому требованию. Выдается именинный торт. Пожалуйста. И чай стоит, и все есть. Все есть. Только вас не хватает. Присаживайтесь, пожалуйста. 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 В адрес именинника начинают приходить первые поздравления, открытки. Правда, на этих открытках изображены не традиционные поздравительные сюжеты, а какие-то курьезные ситуации. А вот ответы, которые мы отобрали. Конфеты следует найти, оставив ложные следы. В.И. Киселев, Калининградская область. Женское начало в ней не подкачало. Светлана Михайловна Тутилина, город Баку. Кабы в пору мне размеры одолели б кавалеры. Л.И. Егорова из Тулы. Проблемы женские в наш век нас беспокоят с малых лет. Рифма, правда, подкачала немножко, но ведь это написала нам Шахназе Хашимова из Самарканда. Четвертый класс. Четвертый класс. Так, куда уходит детство и где на то взять средства? Алла Ильинична Шавинская из Ленинграда. Пожалуйста. Эх, были б туфли белые поножки, давно б ушла к соседскому сережке. Анатолий Сергеевич Шабуняев из Воронежа. Новая фотография, а вопрос старый. Для телезрителей срок 20 дней со дня первого выхода передачи в эфир. Напоминаю, наш адрес 127-300, Москва, улица Академика Королева, 12, центральное телевидение, вокруг смеха. Что бы это значило? Надо вам сказать, что наш дорогой именинник – личность довольно занятая. Особенно в последнее время, когда многое в нашей жизни подвергается критике. Вот мы пригласили его на его собственные именины, а он нам сказал, я занят, задержусь, начинайте без меня. Я хочу представить вам наших почетных гостей. Это ближайшие друзья именинника, писатели. Вот от меня слева направо. Михаил Задорнов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ефим Смолин. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Пьянов. АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий Трушкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот. А это кто? Это со мной. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, видите, друзья есть. Друзья на месте, а именинника нет. Где он может быть? Вы имеете в виду юмор? Ну, конечно. Скорее всего, я думаю, он рвется к нам, но не может поймать такси. Ну, если он поймает такси, он вообще не придет в нашу передачу. Я ехал на такси, таксисты так любят юмор, пока не расскажут последние шутки, ни за что его не отпустят. Я сейчас ехал на такси, меня таксист спрашивает, знаете, почему бананы в государственном магазине стоят 2 рубля, а помидоры на рынке 10 рублей? Ну, почему? Вот и я его так спросил. А он что ответил? А он ответил, потому что бананы в государственном магазине стоят 2 рубля, потому что их привозят нам наши друзья с Кубы, а помидоры наши товарищи с Кавказа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты с ума сошел что ли? По-моему юмор уже пришел. Давайте есть торт. Нет, а вы знаете что? Подождите, подождите, подождите. Я очень нервничаю. И все-таки у меня ощущение, что наш именинник где-то все-таки не здесь. Что с ним могло случиться? У меня такое ощущение, Александр Александрович, что вы вообще первый раз на именинах. Какое вообще имеет значение? Есть именинник, нет именинника. У каждого, кто приходит в гости, задача одна. Съесть на сумму не меньшую, чем сумму твоего подарка. В чем проблема? Вика, Игорь. Вот люди ходят в гости, знают. И все-таки вы близкие друзья именинника. Кто видел его последний раз и где? Я его не видел все равно, я с ним столкнулся на улице вечером. Ну вот поэтому его и нет, я думаю. Если бы Смолин с вами столкнулся, его бы тоже сегодня нет. Ну, я-то лично встретил нашего именинника сегодня, недалеко сегодня утром в коридорах телевидения. Я его спросил, вы будете у нас сегодня вечером? Он сказал, сегодня не могу, буду в субботу вечером или в воскресенье с утренней почтой. Мне кажется, он просто не хочет заходить в нашу передачу. Наверное, обиделся на кого-нибудь. На кого? На кого? На вас. Точно, на вас, Александр Александрович. Юмор сейчас все считают должен быть самокритичным. Так. Конечно, он на вас обиделся. Ну. А вы все про всех пишете пародию, на всех пишете. Правильно. О себе. Резко ему, резко скажи все. О себе. Скажи ему резко. О себе. Пусть ты последний раз в этой передаче, но резко ему что-то. Да. Глаза при всех. О себе. О себе. Хорошо, Михаил Николаевич, но я начну тогда с вас. С вас начнется. Я не хотел, я не хотел, но ведь у меня есть эпиграммы на всех присутствующих здесь. Я молчал. Я молчал. Писатели. Михаил Задорнов. Я эту загадку постигнуть не смог. Писатель-отец и писатель-сынок. В семье два писателя сразу подряд. Да это же просто семейный подряд. Неплохо. Выкупить можно ее навсегда? Можно. Ефим Смолин. Я вас перебью. Девушка, не такими большими кусками ешьте. Что это такое дело? Нет, 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 я на вас смотрю. Вы отвлекаете Смолина очень сильно. Ефим Маркович, у вас навязчивая идея. Ефим Смолин. Не обязательно все читать эпиграммы. Так вопрос не стоит, по-моему. Ефим Смолин. Когда, допустим, некто болен, болит душа и ломит грудь, и не поможет даже Смолин, это вы съели что-нибудь. А мне нравится. Мило. Мило. Очень мило. Ну вот, Анатолий Трушкин. Легко мне с писателем Трушкиным. В нем тему я сразу нашел. Ведь Трушкин рифмуется с Пушкиным. А это уже хорошо. Я думаю, что вот вы уже убедили наших гостей в сегодняшней передаче, что вот это высказывание со стороны Задорнова было инсунацией. Вы опровергли. Вы человек самокритичный. И вот я присоединяюсь к прозвии Смолина. Хватит. А, нет. Нет, почему хватит? У нас еще осталась одна эпиграмма. Я свою просьбу снимаю. Вот как раз, вот как раз, вот как раз на Алексея Пьянова. Алексей Пьянов человек интересный. Он писатель, он поэт, серьезный поэт, и пародист, и критик, и редактор, и литературовед. С недавнего времени, кстати, главный редактор журнала Крокодил. По этому поводу и эпиграмма. Крокодил журнал хороший, и его редактор смел. Только ты смотри, Алеша, как бы он тебя не съел. Коль, вы начали, начали, вы первые. Вот я не скрою, что у меня тоже есть на вас эпиграмма. Это экспромт, который я написал дома, неделю назад. Александру Иванову. Много лет упорно бьющий по рифмованным огрехам. Он сейчас поэт, ведущий передачи «Вокруг смеха». Ну, уж, коль мне довелось прочесть сейчас эпиграмму, я думаю, что вы позволите мне продолжить это, чтобы это не выглядело как-то предвзято по отношению к вам. Да, пожалуйста, Алексей Степанович, прошу вас к микрофону. Слово имеет Алексей Пьянов. Я прочту вам сейчас пародию на стихи новеллы Матвеевой. Мне кажется, ей удалось сделать одно очень важное открытие в области литературы, может быть, даже литературоведения. Она написала в своих стихах о классиках французской литературы вот так, послушайте. Они усы и бороды носили, гремящий трагик, романист, поэт, но в общем счете женщинами были, ведь женственней души французской нет. Один Жорж Сант, мужчина среди всех. Пародия называется «Жорж Сант и я». Они усы и бороды носили, порой от женщин были без ума, и этим самым за нос нас водили Корнель, Рансар, Гюго, Бальзак, Дюма. Они писали, в общем-то, не слабо, и классиками числится не зря, но я их раскусила. Это бабы, и неплохие, честно говоря. Их камуфляж, цилиндры, фраки, трубки и множество вполне мужских примет. Но чуть домой натягивают юбки, и та за сплетни, та за туалет. Туман мистификации рассеев, скажу по-русски, без обиняков. У них Жорж Сант, у нас Навелл Матвеев. Вот двое настоящих мужиков. Все натурально, все без дураков. Еще одну пародию я вам прочту на стихе одного поэта, который очень, как мне показалось, произвольно обращается с русским языком. Вот всего две строчки из него. Это Станислав Егоров. Он живет не в Москве, а в Ярославле. Но, тем не менее, вот как-то его стихи мне однажды попались. Он написал там в сборнике для детей, который называется «Шел по городу жираф». Он для детей написал такую песенку, и в ней есть такие слова. «Я участвую в хору, все орут, и я ору». Пародия называется «Ору-хору». «В пионерскую пору пел я в мальчиках хору. Пел старательно и громко, слышно было во двору. А потом пришла пора, я подался из хора. Быть дискантом-дилетантом — это, в общем-то, мура. Между нами, говоря, потянуло в слесаря. Ремесло совсем простое, почитается не зря. В заграничном пинжаке с модным портфелем в руке Проходил я по квартирам, словно дэнди налегке. Отводя от вас беду, я чинил в домах в аду. Это каждому приятно — быть в чести и на виду. Но анапест и хорей увели из слесарей. И теперь уже давно я не вожусь у батарей. У кранов не мельтешу, я детям стихи пишу. Как наделаю порядком, так в издательство спешу. Там меня редактора принимают на ура. Вот и думаю, пожалуй, повестя писать пора». Спроси, спроси, спроси. Я спрошу, а что ты думаешь? Я спрошу сейчас. Надоело так, ничего. Конечно. Александр Александрович, я вот спросить вас хотел. Вы не обидитесь? Нет. Вот это кто рядом с вами-то? Справа, справа. Нет, пьяного я знаю, вот рядом, да. Справа. Это со мной. Лишний рот. Что вас так волнует эта проблема? Я, кстати, сейчас хочу пригласить к столу очередного гостя. Вы знаете, мне хочется пригласить сейчас человека, который меньше всех смеется. Может быть, он просто голодный. Ему надо перекусить, кто меньше всех смеется. Прошу, место свободно. Пожалуйста. Не надо честь ему. Нет, прошу вас. Я вдвоем еще не хватало. Нет. Интересное дело вообще. Пожалуйста. Все. Имеет свои пределы в конце. Угощайтесь, пожалуйста. Так. А у меня такое впечатление, что писатели пока свободны. У вас правильное впечатление. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы сами знаете, как трудно сейчас попасть в хороший театр, на хороший спектакль. Театральные билеты стали одним из самых острых дефицитов. Как решил именинник для себя эту проблему? Очень просто. Он убедил редакцию журнала «Театр», что им необходим отдел юмора. А когда они его открыли, сам устроился туда работать явно с корыстными целями. Теперь с театральными билетами у юмора проблем нет. Прошу вас. Садитесь, пожалуйста. Я хочу спросить у ответственного секретаря журнала «Театр» Михаила Швыдкова. Почему вы пошли на поводу у нашего именинника? Ну, Александр Александрович, это довольно сложный вопрос. Дело в том, что обычно мы ходим на поводу только у одного человека, у нашего главного редактора Генриха Боровика. Но тут юмор попутал. И вот, воспользовавшись благородным лицом Олега Павловича Табакова, в первом номере мы открыли наш раздел юмора. Он небольшой, но, судя по всему, содержательный. Как называется? Называется он «Галлотеатр». Сейчас я объясню название. Наши авторы, мы попросили бригаду из Одессы, трёх авторов, юмористов, эллибретистов, Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита, сочинить для нас юмористический раздел. И они сочинили нам «Галлотеатр». «Галлотеатр», который на самом деле должен был бы носить немножко другое название. «Галлотеатр», потому что в нашем театре всё решает не буква, а именно дух, а этот театр, который существует для «Галлочки». Не для «Чайки», как, скажем, художественный театр, а для «Галлочки» и вот наш раздел юмористический называется «Галлотеатр». Я вас сейчас познакомлю, если вы не возражаетесь, с некоторыми материалами этого юмористического раздела. Из книги главного режиссёра «Галлотеатр». «Утверждая, что актёры должны жить на сцене, Станиславский был не совсем прав, ибо на сцене могут жить только начинающие актёры. Большие актёры должны жить в больших благоустроенных квартирах». И ещё одна мысль из его записных книжек. Повторяю, в театре, прежде всего, всё должно быть в порядке. Я в порядке, ты в порядке, он в порядке. Другими словами, если все мы в большом порядке, то у нас большой театр. В нашем театре есть доска объявлений и приказов. И вот я некоторые приказы позволю себе зачитать. Категорически запретить машинисту сцены, товарищу хомяку ВП, во время спектакля катать на поворотном круге знакомых девушек. Артиста Степанова, не вернувшегося в положенный срок с киносъёмок, считать киноартистом. Во время выезда всей труппы театра на сельскохозяйственные работы в колхоз имени Бертольда Брехта предоставить сцену театра для репетиции коллективом художественной самодеятельности колхоза имени Бертольда Брехта. 18 марта сего года открыть в театре «Малую сцену», 19-го произвести там инвентаризацию и 20-го закрыть. Категорически запретить суфлёру театра товарищу Водовозову во время спектакля вместо текста классических произведений подсказывать актёрам реплики из пьес собственного сочинения. Завпоста Киреева ЛГ и его помощников Кирюшина М.Н. и Кирьянова С.И. из театра уволить. Основание. Превратное истолкование термина «пропитка декораций». Объявление. Актёров театра, желающих заниматься драматическим искусством, просим записаться в драм-кружок. И, наконец, обычные объявления, которые висят во всех учреждениях. Что требуется? Какие люди требуются к театру? Итак, нашему театру, галлотеатру, требуется опытный рецензент, владеющий жанрами дифферамба, ода и панигирика. Также театру требуется звание академического. Администратор, хорошо знакомый с главным администратором. И главный администратор, хорошо знакомый с уголовным кодексом. Пожалуйста, приходите к нам на работу. Спасибо. Какие именины без фотографа, чтобы потом было что вспомнить. Но ни один самый совершенный фотоаппарат не сравнится с точностью человеческого глаза. У нас с таким глазом обладает артист театра и кино Леонид Ермольник. Прошу вас. Я покажу музыкальный инструмент рояль. Ну, естественно, что он будет на трех ногах. Сначала он будет с закрытой клавиатурной крышкой, потом с открытой. Мусорное ведро с педалью. Автомобиль москвич. Мусорное ведро с педалью. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. АПЛОДИСМЕНТЫ Вечный спутник актера. Микрофон. Ну, естественно, в которых говорят. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выходите, выходите Я вас приглашаю к столу Пожалуйста Я прошу членов жюри занять свои места Ну что, будем продолжать именины? Хочу обратить ваше внимание на одну незначительную деталь Значит, исчез Иванов Иванов с возу Правильно, я думаю, мы должны продолжать именины без Иванова Я думаю, даже лучше будет А это кто? А это со мной Я думаю, что он все-таки пошел Искать то, что мы не можем найти уже целый вечер Я думаю, надо продолжать именины без Иванова Без нашего распорядителя Без распорядителя, может быть, и юмор появится Наконец у нас в передаче АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже сниму АПЛОДИСМЕНТЫ Простите Разве вы Иванов? А что, не видно? АПЛОДИСМЕНТЫ У меня, знаете, предложение Пока его нет Давайте уже скажем все, что мы о нем думаем Говорите, давай Потому что мы ему в глаза все, давай за глаза все скажем Я согласен, пусть Смолин начинает Во-первых, он некоммуникабельный Такой какой-то стеклянный Оловянный, деревянный Нет, ну я не согласен, это Говорят, он растет еще А почему Смолин? АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, честно говоря, надоел Надоел Скучно Согласны? Скучно Давайте И все время импровизирует Импровизирует Ой, Александр Александрович, мы тут Говорим, что передача гибнет без вас Садись, Александр Александрович Александр Александрович, я тут все записал, что они про вас говорили Да Надоел, скучно И импровизирует Я пришел Да, видим С тортом вот решил выйти По-моему, это смешно Вы не прав, Александр Александрович Я тоже так думал Это очень смешно Я согласен Очень Вы бы еще с финским сервелатом вышли Это бы смешнее было И смешнее, и сытнее Да Но где взять? Где взять, это уже вопрос к знатокам Что, где, когда Почем? Причем минуту на доставание Не, ну это уже сатира Сатира, да Кстати, вы знаете Сатира, она тоже не чужда Нашему имениннику И я как-то задумался Почему Юмор Мужского рода А сатира Женского Я думаю, что очень просто Сатира, как женщина Она опрометчива И всегда расхлебывает то, что натворила Потом Очень тонко, заметили? И смело, очень, по-моему Очень смело А юмор, как мужчина Пошутил и в полном порядке Вот это Хотя я согласен с Задорновым В основном, но я бы сказал так Юмор, его можно понять и простить И поэтому он мужского рода А сатира, она Всегда виновата Поэтому она женского рода Тоже хорошо Но могли бы вообще ничего не говорить Спасибо И тем не менее, все-таки Как это не грустно Я вынужден Предоставить слово Ефиму Смолину АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Милые девочки, замуж хотят. Знали б, как скучно-то, Господи. В 6.15 с работы придёт один маршрут, шлёпанцы, диван, телевизор. В воскресенье в кино пойдёшь, только расстроишься. Вот где жизнь. А любовь какая? Тут обыкновенное чудо смотрели. Я говорю, ты мог бы к любимой, как Абдулов, через окно, через стекло, бабах и прыгнул. Даже не надо через окно, у нас седьмой этаж. А просто прыгнуть в спальню. Нет, говорит, в нашей малогабаритной квартире не прыгнешь. Это надо от лифта разбегаться. Девки дуры, ты такая счастливая, он тебя любит, получку приносит. Ну, приносит, сегодня опять принесёт. И бу-бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Надо экономить, надо экономить. Скучно. А я представляю в кино, где-нибудь во Франции. Целый месяц за ним следят. Сняли номер в отеле напротив его фирмы. Точно знают, 5-го и 20-го, в 6.00 он выходит с получкой. Сегодня 20-е, последний шанс. Завтра его пошлют на картошку на Элисейские поля. И вот двое в масках сидят в Ситроэне. Я себе тут дома, ничего не знаю. Готовлю, как обычно, какие-нибудь там устрицы по-флотски. А в это время двое в масках подходят к нему. Раз! Ситроэн мчится в удалённый особняк. О, звонок. Явился, не запылился. Похитит его как же. Да он и на лице написано высшее образование. Его в особняк везти бензин не оправдаешь. Он стоит, деньги в руке. Это шпион. Он хочет меня купить. Он думает, я продам секрет наших телевизоров, почему они взрываются. Вот он крадётся к телевизору. А в это время на экране тётя Валя рассказывает, как после долгой разлуки встретились, наконец, Хрюша и Степаша. Слёзы умиления текут по его лицу. Он всё понял, идёт сдаваться. Нет, он не шпион. Совсем наоборот. В эту западную страну Штирлиц был переброшен внезапно, не успев даже выучить язык. И прихидывался глухонемым. Но центр не забывал его. Вот и сегодня ему устроили свидание с женой. Вот мы друг против друга. В салик конспирации он повернулся лицом к телевизору, ко мне спиной. Он не разговаривает со мной, не имеет права, но я и так чувствую каждое его слово. Надо экономить. Нет, он не Штирлиц. Он физик. Только что его друг получил страшную дозу облучения, и он отдал ему свой спиной мозг, а в нагрузку ещё и головной. Но всё это я узнаю потом. Скромный, мужественный человек, он не стал кричать о своём поступке. Молча вошёл, надел шлёпанцы, в руках деньги. Почему-то 83 рубля, когда получка 80. Мне и в голову тогда не пришло, что трёшка за мозг. Нет, он не физик. Ах, как трудно быть женой комиссара полиции здесь, на Сицилии. Мафия. Она хочет вести с ним счёты. У неё везде свои люди. В подъезде нет света, лифт не работает. Это их дела. О, святой Антонио, какие они наглые, действуют открыто. Сегодня прикололи внизу записку. До 15-го не будет холодной воды. Они хотят нас сварить в кипятке. Ничего не боятся. Записка с подписью. Джек. Ну, им не удастся нас уморить. Включи телевизор, посмотри какое-нибудь шоу. Я приготовлю спагетти. И вот я иду на кухню, стряпаю, спрашиваю оттуда, какое шоу ты смотришь, милый? Сельский час, отвечает он. Интересно? Не звука. Заподозрив неладный, я бросаюсь в комнату к моему комиссару. Он лежит на диване лицом вниз. Я щупаю пульс, проклятые мафиози. Это они и пробрались в сельский час и усыпили его. Но слава богу, жив. Жив. И завтра опять придет в 6.15. И бу-бу-бу-бу-бу-бу. Господи, какое счастье. Так. Что написано там? Где? Ну, в сценарии, что написано. В сценарии, что написано, что написано. Написано, что писатели удаляются. Хорошо написано. Хазанов может идти с ними. А вот интересно, Александр Александрович говорит, писатели удаляются и сам остаётся. Наш ленинградский гость Александр Дольский. Обращение к друзьям. Есть порой у нас забота, отводить навет и ложь. Если стоишь ты чего-то, без врагов не проживёшь. Различать врагов несложно, так на свете повелось. Чем враги твои ничтожней, тем безудержней их злость. Ну что за жизнь, когда кругом одни друзья, и их не счесть. Никто не стал твоим врагом, не заслужил, не заслужил ты эту честь. К болгут твои дороги, кто из устно, кто строкоит. Будут все твои тревоги, им на радость и покой. Нет, друзья мои, не нужно обижаться, век учись. Ваша лесть обезоружит злоба, их толкает ввысь. Не вестник боли и беды, а дум высоких верный знак. И за последние труды награда мне, награда мне, мой новый враг. Я врагов крупнее жажду по зубам и по уму. Мне из них понятен каждый, я неясен никому. Я за ними наблюдаю, изучаю каждый шаг. Вы, друзья, мне много дали, твой больше дал мне враг. С друзьями сдержан я подчас. И снисходителем к врагам я с другом ссорился не раз. Но за него, но за него и жизнь отдам. Если враг меня похвалит и растопит старый лёд, Значит, с другом прозевали мы ошибку недолёт. Враг меня работать учит и спасает от тоски. Нет друзей, вернее, лучше, чем заклятые враги. Среди сует и передряг нас жизнь порою выснесёт. И верный друг, и верный враг, как два крыла, как два крыла, Среди лысо, ну что за жизнь, когда кругом Одни друзья и их не счесть. Никто не стал твоим врагом, Не заслужил, не заслужил эту честь. Ах ты, горюшка, беда, я сам не свой весь, Всё хожу-брожу по рощам и лесам, Всё ищу свою потерянную совесть. Только где её искать, не знаю сам. Уважаемая совесть, где вы прячетесь, Потерять вас и растрясти по свету рано мне. Уважаемая совесть, вы дурачетесь, Это что же за игра такая странная? Посреди чужого счастья и удачи В шумном городе, быть может, заплуталась, Как потерянный ребёнок горько плачет. Вы не видели случайно, вот так жалость. Уважаемая совесть, были горести, Но измена это ваша горше всех потерь. Уважаемая совесть, вы бессовестны, Но прощать я научился этот грех теперь. Может, где-нибудь сидит, грустит на камушке И мечтает, чтоб скорее я нашёл её. Может, кто-нибудь прибрал её к рукам уже, Не завидую ему, она тяжёлая. Вы откликнетесь с полей или лесов вестью, Может, вы меня покинули с отчаянья, Что за ложь платил я вами, то есть совестью. Вы скинули, растаяли, отчалили. Я нисколько бы об этом не кручился, Стало легче мне без совести дышать, Но внутри так пусто, пусто, и причина вся В том, что совесть — это, кажется, душа. Уважаемая совесть, всё изменится, Стану с вами я считаться, даже нянчиться. Уважаемая совесть, вы изменница, Уважаемая совесть, вы обманщица. Уважаемая совесть, есть сомнение, Может, вы меня не бросили пока ещё, Если я в таком невиданном смятении, Значит, вы ещё со мной, и мы товарищи. Уважаемая совесть, Уважаемая совесть, Я вас звал, вы что, больше всех смеялись? Ну, во-первых, во-первых, я со своей заваркой. Так, так. Так что, если честно, ваша тока вода. Чего-чего в этой программе, А вот этого всегда. Дальше. А во-вторых, можно я встану, Александр? Да, пожалуйста. Так мы будем как бы вровень тогда. А вы сидите, ладно? Ну, а во-вторых, я, может быть... Почти всё равно. А во-вторых, мы с вами товарищи по несчастью. Дело в том, что я тоже работаю конференсье. Не к столу, будь сказано. Конференсье. Поэтому и сочувствую вам, как могу. Понятно. Ну, тогда идите сюда, будете сочувствовать мне на сцене. А что это вы делаете? Я, Александр Александрович, путешествую вокруг смеха. Вообще, я так посмотрел со стороны на нас с вами и подумал, что у нас вообще мог бы получиться неплохой парный конференц. Такая классическая пара. Вот. Один такой небольшой, другой наоборот. Один такой улыбчивый, другой такой невозмутимый. Один умный. Но вы знаете, что я... Выше этого. Но вы знаете, что я вообще-то работаю один. Мне, зачем мне пара? Вы конференсье, а я ведущий. Я не набиваюсь, я не напрашиваюсь, Александр Александрович. Ну, просто вы ведущий, а я в таком случае ведущий конференсье. У меня такое ощущение, что мы с вами уже конферируем, правда? Да. Хотите вы этого или нет, но вот это уже конференция. Ну, давайте, давайте. Ну, попробуем. Пока наша пара не пользуется, так сказать, бешеной популярностью, но я думаю, что шансы у нас ещё есть. Надо всё это поставить на серьёзную литературную основу. И я тут кое-что набросал вам, кое-какой текстик. Ну, его немного, слава богу. Вы так с выражением. Я первый, ладно? Да. Я вас спрашиваю, как будет так. Да. Я говорю, Александр Александрович, Александр Александрович, А вы что такой вот... Высокий. Так чай пью. А-а-а-а. А что такой худой? Так вода ведь. Вот тут уже могут быть аплодисменты. Уже родилась пара. Но чего-то настоятельно не хватает, если говорить об уровне аплодисментов. И, наверное, объясняется это просто. Вы просто не до конца дочитали тот текст, который я вам дал. Лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Сергей Дитятий. Вот на меня производят... Когда появляется в программе конферансье, естественно, я думаю, что от него ждут каких-то веселых случаев, которые происходили вокруг концерта, каких-то недоразумений, забавных происшествий. Ну, типа, скажем, одного объявления, которое сделала одна наша известная артистка, исполнительница русских песен. Дело было в концерте, посвященном рождению в городе миллионного жителя. Она открывала этот концерт и вышла. И так тепло, от всей души сказала. Уважаемые товарищи, прекрасному миллионному новорожденному вашего города посвящается. Композитор Пономаренко. Песня из кинофильма «Без отцовщина». Или, наверное, каких-то шуток, которые сегодня вряд ли уже можно услышать от современных конферансье, разве что от конферансье из образцовского необыкновенного концерта, типа таких, скажем... Как вы думаете, в чём отличие воздушного шара от публики? Ну, всё очень просто. Дело в том, что воздушный шар сначала надувают, а потом пускают. А публику сначала пускают, а потом... Ну, или вот такая... Над кем смеётесь-то? Над кем смеётесь? Или вот такая тоже незатейливая шутка наших старших товарищей конферансье, когда были на сцене какие-то сложные приспособления, какие-то лестницы, номера были такие со сложным реквизитом. Ведущие конферансье рассказывали, например, такую шутку. Они говорили... Номер, который вы сейчас увидите, называется «Лестница смерти». Жуткого страха вы нагоняли на народ. Но вы не волнуйтесь, не бойтесь. Она не потому называется «Лестница смерти», что так смертельно опасно по этой лестнице карабкаться. И многие, сожжавшись с этой лестницей, уже разбились насмерть. Нет, ты же не волнуйтесь, не бойтесь, ничего страшного. А «Лестница смерти» эта лестница просто называется потому, что время от времени эта лестница падает в зал и убивает человек 40-50 народов. Такая шутка была. Или когда конферансье представлял в концерте концертмейстера, он говорил примерно такую шутку, он говорил, вы знаете, почему говорят, у рояля такой-то, такой-то, это на тот случай, если вдруг рояль пропадет, чтобы знать, с кого спрашивать. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы пригласили на наши именины автора и исполнителя сатирических куплетов Вадима Добушеского. Пожалуйста. Итак, несколько музыкальных интервью с популярными артистами эстрады. Интервью первой из певицы, которую вы все прекрасно знаете. Мой голосок звучит звеня, Снова звучит и снова, Ласково все зовут меня, Валечка Толкунова. Я рок-н-роллы не пляшу, В этом мне нет резона. Лебедем белым я хожу, Около микрофона. В альсе два раза покручусь, Ну и чуть-чуть поплачу. А потом, мило, улыбнусь, Я не могу иначе. Включишь маяк средь бела дня, Где-то Валюша плачет. Ты за слезу прости меня, Я не могу иначе. Юрий, Юрий, Юрий Антонов. Композитор и певец, В общем, я из Швеции жнец. Популярность приобрел я Там и тут. Хочешь, верю или не верю, Даже яблоки теперь. В честь меня и то Антоновка и зовут. Спасибо за аплодисменты, Не забывайте об одном. Когда уйдете вы с концерта, Когда придете вы в свой дом, Лишь только ручку повернете Вы у рубина своего. Меня бы в ящике найдете Под крышей дома своего. Под крышей дома своего. Популярная группа «Земляне». Земля в уллюминаторе, Мигулина локаторе, Он штурма наш, Он песни нам дает. И как за каменной стеной, Мы за Мигулиной спиной, Ведь если нужно, Он нам подпоет. За нами дым потянется, И нам тогда покажется, Что начался космический полет. Но чувство невесомости Дает вот это новости, Дымящийся, сухой на сцене лед. Вы слышите, не рокот, Казмудрома, Не шум миллионов лошадиных сил. А это мы в моем кровотном доме, Которую Мигуля посадили. Земляне мы, мы сильные натуры, И если нужно, что тут говорить, Мы грохотом своей аппаратуры, Кром космодрома сможем заглушить. Мне передали одну записку, очень интересную. Товарищ Иванов, что мне Одесса? Я из Воронежа и тоже хочу торта. И подпись. Пожалуйста, мы принимаем. Товарищ из Воронежа. Вот, видите? Прошу вас. Приятного аппетита, пожалуйста. Сейчас принесут вам чай. Если у вас пожар, вы звоните 01. Если, не дай бог, на вас напали хулиганы, Вы звоните 02. А если на вас напала хандра, Если у вас плохое настроение, Куда звонить? Анатолий Алексеевич, Скажите, пожалуйста, Как вы думаете, нужна ли городу Служба хорошего настроения? Ну, я думаю, что да. Набрал, скажем, 0.13. Так. Ну, сперва, естественно, ждите. Ждите. Потом смех. Потом чей-то ангельский голос спрашивает, Что случилось? Вы говорите, что вас обидел начальник. Вам в ответ два анекдота про глупого начальника. Вы говорите, что вас обвесил продавец. Вам анекдот про глупого продавца, Который не обвешивает. Ну, и у вас уже хорошее настроение. Да. Я с вами согласен. Скажите, пожалуйста, А вот если бы вы дежурили у такого телефона, Как бы вы отвечали на звонки? Ну, во-первых, мне не хотелось бы даже временно носить титул Дежурного юмориста. Ну, если бы кто-то просто так позвонил, Дескать, тоска, Некому руку пожать, Я бы, Помня, что у него тоска, И что клин вышибают клином, Прочитал ему что-нибудь из себя. Ну, а может быть, Сейчас вы это и сделаете? Да, ну, а что мне остается? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Женский монолог От мужа ничего. Это ненормально. От мужа ведь больше пользы, чем от кастрюли. Что получается? Три месяца прожила с ним, он исчез на рассвете. Так тоже нельзя я, живой человек. Чистый ходил, во всем свежем. Пыль с него сдувала. За день раз двадцать скажешь, Иди руки вымой. Он у меня из ванны не влезал почти. Только поесть да поспать. Что ему еще нужно было? Жил, как в раю. Сбежал, как с каторги. Надо что-то делать, я не знаю. На инженера пять лет учат, На повара два года, На мужа десять минут в ЗАГСе. Какой он специалист? Что ему доверить можно? Если это профессии, учись. Если хобби, то клуб какой-то должен быть. Все же через клуб сейчас Собаку хорошую достать через клуб. Родословную дают. Ошиблись, обменять можно. Мужа берешь, как кота в мешке. Что он мне устроил? Три месяца прожили, исчез на рассвете. Кажется, жила его интересами. На хоккей ходила. Придем со стадиона, он есть просит. Я говорю, подожди, давай матч обсудим. Он, видите ли, не хочет обсуждать. Я спрашиваю, ты меня любишь? Молчит. Я еще раз спрашиваю, в чем дело? Он говорит, люблю. Хорошо, зачем на весь дом кричать? Скажи тихо, чтобы соседи не проснулись. Такой веселый был до свадьбы разговорчивый, Обещал на руках носить. А что получилось? Всю семейную жизнь на ногах перенесла. Это какое здоровье нужно иметь? Надо что-то делать, я не знаю. Если муж это почетная обязанность, Пусть призывает самых достойных. Приемная комиссия должна быть. Годен, читай клятву. Негоден, сиди в запасе. Или вообще белый билет ему. Если семейная жизнь это наказание, То надо по всей строгости закона К 25 годам. К 15. Не к трем же месяцам. Это не мелкое хулиганство. Сбежал, еще ему срок набавить. И никаких амнистий. Если это болезнь, диспансеры должны быть. Пусть им там прививки делают или уколы. Что-то надо делать, я не знаю. Как дальше жить, товарищи? Я боюсь теперь замуж выходить. А если второй раз то же самое. Кто-то должен взять на себя всю ответственность. Я не знаю кто. Пусть госстрах возьмет. Застрахуем их сразу на большую сумму. Как движимое имущество. Вопрос наболевший. Я ко всем обращаюсь. Куда мы катимся? Подумать же страшно. Вот у меня давнишняя мечта отпустить бороду. Но все время меня смущало, терзало одно, значит, сомнение, как с бородой едят торт. Я вот попрошу товарища со второго ряда, да, продемонстрировать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Просим, просим. Приятного аппетита. Вот юмор с бородой. Приятного аппетита. Спасибо большое. Юмор с бородой будет. Юмор с бородой, да. В адрес именинника продолжают приходить поздравления. Их уже набралось, я вижу, довольно много. И поэтому вы должны мне помочь их разобрать. Начну с поздравительных открыток. Они, кажется, у вас, да? Да. Значит, товарищи, пришло несколько открыток поздравительных. Слов поздравительных нет, но понятно, что они в адрес именинника. Нина Тимофеева, народная артистка СССР, солистка Государственного Академического Большого Театра СССР. В фильме-балете «Секрет успеха». Пожалуйста. Товарищ Вицын на ней изображен. Ну, про балет наш говорят, что это чудо, но такого, наверное, никто не ожидал. Издательство «Советская Россия» порадовало нас. Значит, на обороте написано «Москва, гостиница Россия». На лицевой стороне главные нарзанные ванны. Город Кисловодск. Тоже юмор, но уже, как видите, требует лечения. Издательство «Аврора». Итальянский художник Джованни Мильяра. Значит, картина «Госпиталь в Милане». Я предлагаю всем посмотреть. Да, это, наверное, из серии «Раскрась сам». Да, но зато уже не с чем путать, так сказать. Да. Вот здесь прислали любопытную такую пачку шоколада. Тут килограмма натрия, наверное, было. Если на него посмотреть, вот со стороны его обертки написано «Шоколад сказки Пушкина». Переворачиваем его другой стороной. Тут у нас эмблема фестиваля молодежи и студентов. Я не помню этой сказки Пушкина. А вот еще одна тоже очень милая, милая такая, вот такая обертка от шоколада. Вот тут написано «Шоколад Аленка». Вот. А вот теперь переворачиваем вот так вот. Вот знаки нашей воинской доблести. Только мне кажется, что, так сказать, надо смелее как-то расширять в названиях эту сказочную атрибутику. Я тут прикинул несколько названий. Вообще, я представляю себе такое, ну, сказочное, что ли, кафе. И название ему тоже можно дать такое сказочное. Алибаба и 40 разбойников. Вот заходишь в это кафе, так сказать, берешь в руки меню. Я вот тут набросал несколько названий, вот, может быть, они просто пригодятся. Берешь в руки это меню. С такой сказочной атрибутикой. Сыр «Волшебный камень». «Колбаса. А ну-ка отними». Севрюга. «Золотая рыбка». «Цыпленок табака». Одна нога здесь, другая там. Напитки. Чай грузинский. Трава мурава. Так что название уже есть. Дело за продуктами. Михаил Николаевич, что у вас? У меня интересное письмо. Просят поделиться, как научиться писать юмористические рассказы. Я думаю, здесь не нужно никого учить, надо просто научиться наблюдать. Надо учиться не писать, а наблюдать. Тогда невольно станешь юмористом. Я, например, недавно, два дня назад вышел из своего дома и вижу, на фонарном столбе висит объявление. «Меняю двухкомнатную квартиру со всеми удобствами на метро Полежаевское». Вот интересно, как начальник метро, да, отнесется к этому объявлению. На доске объявлений читаю недавно. Последнее слово написано без кавычек и с маленькой буквы. Вот, казалось бы, да, такая незначительная ошибка. Без кавычек и с маленькой буквы последнее слово. Вам будет трудно представить себе, легче было бы прочитать, как и мне. Ну, попытайтесь, напрячься и представьте себе. Повторяю, последнее слово без кавычек и с маленькой буквы. Ну, уже все напряглись. «Продаются крылья...» Последнее слово без кавычек и с маленькой буквы. «Продаются крылья для старого москвича». Хорошую записку прочитал однажды на пивном ларьке. Хозяйка пивного ларька, видимо, написала записку. Причем я так понимаю, что она совершенно не понимает, что она написала. Иначе бы, ну, я так думаю, она ни за что бы этого не сделала. «Сегодня пиво продавать не буду. Отключили воду». В одном городе на говяжьих мозгах прочитал ценник. «Ум. Рубль девяносто килограмм». Михаил Задорнов. Я отдыхал в этом году в Доме отдыха и попал в день заезда отдыхающих. Когда проводится традиционная беседа директора Дома отдыха с приезжими. Я пошел на нее, понял. Как только директор сказал первые три фразы, я понял, что за ним надо записывать. Потому что говорил он примерно так. «Товарищи, отдыхать в нашем новом комфортабельном Доме отдыха вы должны особенно культурно. Потому что он был сдан комиссии досрочно, на два года раньше, чем построен. И так, прежде всего, о номерах. Номера, товарищи, у нас новые, просторные, комфортабельные. Каждый на 12 койко-местов. Поэтому в них категорически запрещается курить, сорить, ходить, разговаривать. Учитывая хорошую услышимость между номерами. А также их плохую проветриваемость. Из-за отсутствия окон. Которые строители в торопях сделали не наружу, а между номерами. И еще, поскольку строители не во все номера успели врезать в замки, уходя из номера даже ненадолго, все вещи берите с собой. Вот тут интересуется, будут ли выдаваться полотенца. Могу обрадовать, у нас есть своя новая комфортабельная прачечная. Однако, поскольку она встала на капитальный ремонт раньше, чем была построена, полотенца будут выдаваться строго регламентированно. По одному вафельному на один номер, по два махровых на три этажа. Вот я вижу возмущенные лица, мол, а как же им вытираться? Могу успокоить, товарищи, вытираться вам вообще не придется. Потому что вода в наших обоих 18-этажных корпусах поднимается не выше подвала, и то весной. Теперь о лифтах. Обрадую лифты, товарищи, у нас новые, просторные, комфортабельные. Однако, поскольку они не подошли по размерам к нашим шахтам, вы легко можете увидеть их отсюда из окна, вон они стоят во дворе. Правда, это не все лифты. Из некоторых мы по-хозяйски сделали пляжные раздевалки. Вот только раздеваться в них никому не советую, автоматически двери заржавели, не всегда срабатывают. В результате, в каждом из них сейчас находится по одному отдыхающему, оставшемуся с прошлого заезда. Товарищи, конечно, вы все мечтаете здесь похудеть. Этому немало будет способствовать наша новая, просторная, комфортабельная столовая. Строительство, которое будет начато, может быть в будущей пятилетке. Пока же готова только котельная для нее, в которой мы все и будем есть в семь смен. Первая смена в понедельник, вторая во вторник. А поскольку котельная пущена еще не на полную мощность, съесть будем вместе из одного котла. А вот переедать и болеть, товарищи, никому не советую. Помните, врач в нашем доме отдыха только один. К тому же молодой специалист, оконченный недавно тройки Воронежский политехнический институт. Товарищи, в нашем доме отдыха вас ждут различные веселительные мероприятия. Дискотеки, праздничные уборки территории. Спортивные состязания по новым видам спорта, таким как плавание в мешках с закрытыми глазами. Ну вот и все, и все. Если кому-то что-то не нравится, можете написать жалобу. Обещаем вам, что все ваши жалобы будут немедленно рассмотрены, а сами жалующиеся оставим для отбывания повторного срока. За этим столом остался один человек, который еще не выступал. Геннадий Хазанов. Я хотел бы сегодня показать вам фрагмент из спектакля, автор спектакля Аркадий Хайт. Спектакль называется «Очевидное и невероятное». Название спектакля появилось, скорее всего, от того, что мы с вами в жизни порой сталкиваемся с такими фактами, о которых сразу определенно не скажешь, что это такое, что это очевидно или это невероятно. Итак, один инженер, самый простой, самый заурядный инженер, решил летом отдыхать в Сочи. Он позвонил в кассы аэрофлота, и ему билеты привезли домой через пять минут. Это еще не все, подождите. Он прилетел в Сочи, около трапа, его посадили в легковую машину, привезли в гостиницу, дали ему номер с видом на море. Но в этом номере какой-то человек жил, этого человека сразу... Правильно, выселили. Там даже кто-то по-французски сказал «поперли». И вот самый простой, самый заурядный инженер, поселившись в номере со всеми удобствами, месяц купался, загорал, он так хорошо отдохнул, ему так понравилось, что он заявил, я теперь каждый год на отдых буду приезжать только в Сочи. Все. Опять, вот кто говорит очевидно, кто невероятно. Я же предупреждал, что эта история от вас максимального внимания потребует. Я готов еще раз ее рассказать, но прошу вас, настройтесь, иначе до конца передачи будем эту историю слушать. Пожалуйста. Итак, один инженер, самый простой, самый заурядный инженер из Англии, решил летом отдыхать в Сочи. Он... Почему вы вдруг так, зря, отрегиваю? Я ей в первый раз сказал из Англии, что же в первый раз? Нет, сказал. Нет, это вы не слышали, я сказал. Нет, я сказал. О, ты какая! Я сказал в первый раз. Товарищи, которые у него там сзади находятся. Сказал я, когда в первый раз с историей... Дошло же до кого-то. Ну, я действительно не сказал. Да? Вы думали, это наш инженер был, да? Нет, наш инженер был, которого из номера выселили. Так вот, я же только... Подождите... Подождите, хлопот, мы же еще не доиграли. Вы лучше скажите, теперь эта история очевидна или невероятна? А? Теперь очевидна, видите? А мне кажется, невероятно. Я не могу понять, как наш инженер вообще в тот номер попал, понимаете? У меня... Смотрите, что же творит всего одна фраза. Если история совершенно невероятна и становится абсолютно очевидной, хотя спокойно можно делать и наоборот. Ну вот, подобного рода вопросам, проблемам был посвящен спектакль очевидная и невероятная, фрагмент из которого хочу вам показать. Вместе со мной в этом спектакле принимал участие балетный ансамбль Московского театра эстрады. И вот перед появлением персонажа, который я вам хочу показать, этот балетный ансамбль в роли манекенщиц демонстрирует очень красивые вечерние наряды, которые сделаны из золота, из бархата, из парчи, какие-то на них надеты немыслимые натуральные меха, драгоценности. Но самое главное, что все это называется демонстрацией модели одежды для тружеников села. И вот представьте себе, из села приехал человек, попал на эту демонстрацию модели одежды, посмотрел сеанс, и вот после сеанса он начинает делиться своими впечатлениями. Вот бисова села. Браточки, милый, что тут показывает? И то бе фасон, и то бе материя, и то бе расцветка, а шо продажишь? Да не чешется, режет везде, чешется. Вот дюжа гарный костюмчик. Фасон под названием «Я встретил вас и стал заикой». Чому ж у нас на людях одне, а на выставке, ой, на выставке взрослым другом, шо ж це за мода така пошла, пыль в глаза людям пускать. У нас в районе баню построили, самую крупную в Европе. На пять тысяч голов. На шо нам така баня, коли в нас стільки голов в місті з рогатим скотом не будет? Та нехай вона буде поменьше, тільки б там горяча вода була. И не на перше мая, а шо б на каждый день. Или, знаешь, колхоз наш, корова вырастил, рекордистка, шестнадцатый тон молока даёт. Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. Что же мы с державой? Мы с державой! Мы с державой! Что же мы с державой? Одна корова молоко дает, а другие коровы его выпивают. Так после этого собрания со мной никто не разговаривает. Председатель, голова наша, он даже не смотрит в мою сторону. Он еще обзиваться начал, поганка такая. Ты знаешь после чего? Приходит ко мне до хати и говорит, Микола, до нас иностранцы приезжают. Христом Богом молю. Они будут по хатам ходить, будут жизнью интересоваться, будут калашные вопросы ставить, а кто же говорит, ну не критикую. Ну скажи, что у тебя все есть, что тебе ничего не нужно, а мы, говорит, тебе это на тот вот запорожец дадим. Меня, видно, черт попутал, потому что я как представил себе. И сказал, нехай идут. Я попробую. Через два дня делегация приходит. Мамонька, одни иноземцы, одни иноземцы сигары курят, по хатам ходят, до меня пришли. Вдруг один говорит. Это Шорж говорит. Есть ваша вилла? Я вилла, ай-як-жа, я вилла. Игра была, и вон, говорю, коса у сараи. Стоит, так, вин пальцем, кажется, на собачу конуру. И говорит, а что это такое? А я думаю, брехать так брехать. И говорю, а это есть гараж. Гараж для моего личного автомобиля. Да, и что добавляю, редкая марка. Называется Соборожец. И что, говорю, интересно, бензин не жрёшь. Ой, ей костяшку бросишь везде, неакурелая носится. А ночью ещё и дом сторожить. А вы не говорите, где ваш автомобиль, побачить охота. Я говорю, наём жинка городу мчалась. Ага, и вдруг добавляю, за покупками. Ну, они между собой как начали гуторить. А, значит, в деревне купить нечего. Я говорю, да, тихо. Господа, хора, тихо. Жинка в город уехала покупать. И сам думает, что он сказал. Что он сказал, тем более всё же есть. И гляжу на председателя. А вы, не знаешь, мне руками показывают. Мол, давай, 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 давай. И я сказал, вертолёт. Мася моя. Я сказал, сам аж весь мокрый стал. А вы, ну, говорит, а на шо ж вам вертолёт? И я не сдержался и сказал, на шо, на шо. Навоз всего разбрасывал. А то, говорю, наш колхоз никак из отстающих уйти не мог. Этот с сигарой аж затрясся. Да, а председатель сказал, что здесь колхоз миллионер. И тут я себя добил. Я сказал, миллионер. Он должен государству два миллиона. Председатель як буряк красный стал. В угол меня забыв. Микола, бисово дитина, шо ты языком мелишь? Я ему говорю, я нечаянно. Как-то воно сорвалось. А вы, короче, занечайно бьют отчаянно. И уж после вот этого случая. Не то, шо вот это. На каждом шагу ещё наносит оскорбление. Поганка такая. И слово подобрал. Знаешь, этим обзывается, словом, которое критикует всех подряд. Как? Критикует. Кртин, он говорит. Он говорит, шо я? Кртин. Так какой же кртин? Ну, брехать складно не можу. Вот некоторые другие брешут. Вот просто. Ну, не получается. И потому для меня, шо хорошо? Хорошо. Ну, шо, плохо? Ой, погано. Ой, та хватит. Ну, действительно, хватит. Плохое за хорошее выдавать. Раз у нас все хотят, шо было, шо было, как говорится, поменьше пыли на душу нашего населения. К именинам, юбилеям принято слагать оды в честь виновника торжества. У нас именины юмора, следовательно, стихи во славу его должны быть прямо противоположны жанру оды. А что это за жанр? Это пародия. Поэт Владимир Урусов. Его лирический герой человек серьезный. Судите хотя бы по такому отрывку. Я с любимой запрусь где-нибудь, учиню ей допрос да с пристрастием. Взгляд блестящий, как лед голубой. Закурю и вздохну отрешенно. Мухомор, что гуляет с тобой. Чем он лучше меня, шампиньона? Маленькая пародия под названием «Среди грибов». Замер лес, дух лесной затая, когда крикнул я басом гневливым. Я слыхал, что волнушка моя загуляла с масленком сопливым. Я сдержать возмущение не мог и ревнивою злобой налился. Это что ж за поганый грибок? И откуда он вдруг появился? А она, видно, совести нет. Мол, о чем говорить с дурачками? Только шляпкой качнула в ответ. Надоело гулять со сморчка. Итоги конкурса фотоателье в зале. На недельку до второго я уеду в Комарова. Должен вам сказать, что таких записок было восемь. Переезд речки в Бред. Неплохая записка. Дон Кихот Акваламанческий. Аквалерист. О бедном гусаре замолвите слово, ведь море еще для него не готово. Ну вот, долго совещавшись, автор этой записки будет сейчас приглашен на сцену. Думал, думал, вся передача прошла, а мысли нужны все нет и нет. Может, хоть книжку на память подарить? Ряд 16, место 18. По традиции, представьтесь, кто вы, с чем занимаетесь? Электромонтер, кондитерская фабрика имени Бабаева. Очень приятно. Дорогие друзья, вот и подошли к концу нашей именины. Но праздник юмора не заканчивается. Ведь каждый день рождается новая шутка, появляется новая улыбка. А что касается именинного пирога, то каждый из вас совершенно свободно может испечь его в домашних условиях. Возьмите 2-3 смешные истории, смешайте их с каким-нибудь веселым случаем, приправьте пародии, всыпьте горсть эпиграмм, добавьте для остроты щепотку афоризмов. Побольше соли и перца, поменьше воды. И пусть все это сходит на дрожжах вашей фантазии. Потом раскатайте потоньше, юмор любит тонкость, и поставьте на огонь. Больше огня и темперамента. Как только лица ваших друзей зарумяются, вынимайте пирог из духовки. Если при виде вашего изделия невозможно будет удержаться от смеха, значит, ваш пирог удался. Приятного аппетита! АПЛОДИСМЕНТЫ